Дневник ландшафтного архитектора Дневник ландшафтного архитектора Дневник ландшафтного архитектора Сегодня последняя программа За этот сезон с июня по сентябрь было сделано многое Мы провели инженерные работы на нашем участке Закончили мощение, озеленили наш участок Посадили деревья, посадили цветы в особых катках И теперь время оценить нашу работу И для этой оценки я с удовольствием приглашаю автора проекта по благоустройству этого участка ландшафтного архитектора Дмитрия Бородавкина. Дмитрий Бородавкин – ландшафтный архитектор, выпускник Санкт-Петербургской школы садово-паркового искусства. За время обучения успешно освоил курс дендрологии, рисунка, проектирование садов и парков, почвоведение. На сегодняшний день его опыт работы более 20 лет. За это время Дмитрий прошел путь от рабочего озеленителя до руководителя ландшафтной мастерской. В его портфолио работа над государственными и частными заказами, а это десятки ухоженных садов и узнаваемый стиль. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, проект закончен. Сколько времени мы здесь провели, сколько всего сделали? Ну, больше, конечно, вы и рабочие, чем я. Но все-таки я тоже чувствую сопричастность. Ну, проект у нас закончен, скажем так, на этот сезон, потому что в следующем сезоне еще есть некоторые работы, которые мы продолжим делать. Нужно будет завершать зону патио с навесом, нужно будет печку делать, зимой будет проектирование еще декоративного света по подсветке фасадов дома. Но все-таки по сравнению с тем, что было, конечно, проделана грандиозная работа. Вот что вы чувствуете все-таки, когда большая часть проекта? Ну, будем считать, что проект сдан, по большому счету. Какие эмоции вами обуревают? Я скажу честно и откровенно. На самом деле, когда проект еще, скажем так, воплощается, то есть мы ушли от нулевого начального этапа, но еще не подошли к конечному этапу. Вот в этот момент ты чувствуешь как раз-таки радость от того, что удовлетворение, что вот это воплощается, что это делается по проекту. А вот когда происходит уже непосредственно дело ближе к концу, то всегда возникает какое-то небольшое чувство неудовлетворения. Ты подмечаешь и свои какие-то моменты, что вот здесь вот можно было так сделать. Ты замечаешь те моменты, на которых настоял заказчик и понимаешь, что нет, не нужно было ему здесь отступать. Все-таки так, как проектировалось, это было бы лучше. Поэтому чувство смешанное. Но в любом случае, в частности по этому проекту, я считаю, что эта работа удалась фактически на 100%. В первую очередь благодаря терпению заказчика. В первую очередь благодаря тому, что заказчик минимально вмешивался в процесс работы. И мы сделали здесь все действительно по правилам, начиная от нулевого этапа дренажно-ливневых систем, которые сделаны на 100%, именно такие, какие они нужны. И результат уже виден. У нас очень много дождей прошло, а на участке сухо. Хотя на соседнем участке, например, там даже уже образовалось болото. Поэтому тут воедино видно, что наш участок работает. Наши системы инженерные эти работают. Ну и очень действительно удачно получилось мощение. При том, что сложность этого мощения была в том, чтобы... Так как у нас клинкер использовался разных производителей, у него... Но мы сумели подобрать его и по размерам, и по цветовым оттенкам, именно таким, каким он должен был быть. Без каких-либо отступлений. Вот в этом действительно я удовлетворен своей работой. Но вот всего несколько месяцев назад, не то чтобы клинкера, дренажной системы вообще ничего не было. Был просто дом и была яма. Давайте сейчас посмотрим, с чего все начиналось, какие задачи перед нами изначально стояли. До начала работ на 10 сотках, кроме дома, ничего не было. Перед Дмитрием Бородавкиным стояла задача создать уникальный ландшафт с нуля. Причем речь идет не только о дизайне, но и о технической стороне проведения всех необходимых коммуникаций. Предстояло разбить полноценный участок, где хозяин с супругой могли бы принимать гостей в теплый сезон, при этом не обременяя себя уходом за территорией. По сути, нужна была полноценная замена городской квартире. В этой семье есть две дочки, но строить детскую площадку не было необходимости, так как напротив дома, в самом коттеджном поселке, вскоре откроется полноценный игровой комплекс. Было решено сделать лаконичное оформление, которое бы сочеталось по цветам и геометрии с основной постройкой – домом, созданным в стиле Фрэнка Лойда Райта. Главным элементом участка, по задумке ландшафтного архитектора, стало мощение из клинкерного кирпича. В качестве озеленения подбирались хвойные и лиственные деревья. Они решали сразу несколько задач – разбавить большую площадь мощения и закрыть соседние дома. Ведь застройка в коттеджном поселке довольно плотная, а на своем участке всегда хочется уединения и отдыха. Из построек на территории должны были появиться небольшой домик для инструментов, дровник и летняя кухня рядом с террасой. Дмитрий, в начале работ мы распечатали визуализации, чтобы посмотреть, каким наш участок будет в итоге. Эти визуализации у нас с собой. Теперь мы можем сравнить итог с тем, как это планировалось. Вот здесь, насколько я понимаю, наш сарайчик, как мы его скромно называем, получился он немножечко не таким. Дело в том, что он предполагался изначально Г-образной формы, потому что он должен был из себя представлять не только как хозпостройка, а там еще должно было быть отделение бани. От бани потом отказались, и поэтому он у нас немножко изменился, превратился просто в хозблок. Ну, я думаю, что ничуть не хуже, чем на визуализации. Ну, да, но опять же, если мы посмотрим, какие-то элементы исчезли, например, предполагалось, что у него будут углы поддержаны тоже коричневыми столбами, как на доме, ну, заказчик отказался от них. Решили сделать таким образом. И, честно говоря, в данном случае, мне кажется, он получился более легкий, чем был бы вот с этими коричневыми столбами. Вот здесь вот я скажу, что здесь заказчик настоял правильно, потому что так он выглядит гораздо лучше. Пойдемте на следующую точку, ключевую, где мы сможем сравнить визуализацию с тем, что в итоге получилось. Пойдемте. Ну что ж, вот вид на нашу террасу. Здесь по визуализации должно было быть лиственное дерево, а у нас... Да, ну вот решили заменить на новогоднюю ель. Это тоже было сделано по желанию заказчика. Вот в данный момент я, на самом деле, против был этой елки. Ну, я говорю, мы должны учитывать желания, живые желания реального заказчика. Ну, конечно, кому здесь еще жить. А что-нибудь еще изменилось, вот исходя из нашей визуализации? Что-нибудь еще удалось воплотить так, как здесь? В принципе, у нас ступени, все было сделано по визуализации. А вот барная стойка у нас немножко изменилась. Она поменяла, стала более в темных тонах, но у нас, как бы, стало больше гармонировать со ступенями на этой террасе. Пойдемте на следующую точку. Пойдемте. Ну что ж, моя любимая точка, парадная зона. Почему она вас любимая? Ну, мне очень нравится название, я сама сажалась и ели. Вы же помните, известили, как это было. А, у меня просто, на самом деле, здесь тоже есть любимое место. Мне очень нравится наш вход на террасу. Ну, там тоже неплохо. Давайте поговорим здесь. Что нам удалось ли поплатить, так как это на визуализации? Ну, в принципе, здесь никаких отличий от визуализации фактически нет, не считая того, что деревья мы покупали меньшего размера, чем они показаны на визуализации. Ну, на визуализации мы видим только одно большое дерево, остальные скрыты у нас получаются. Да. Ну, это, опять же, связано с тем, что заказчик не в ближайший год и два здесь поселится, и к тому времени они немножко подрастут. Ну, и, ну, в первую очередь, это впирается, конечно, в финансово, потому что если мы сажали большие деревья, это гораздо дороже стоило бы. Поэтому остановились пока на этих деревьях, не пока остановились на этих деревьях, ну, постепенно они будут подрастать. Но главное, клинкер, клинкер нам удался. Клинкер нам удался. Цвет в цвет, как на визуализации. Ну, неправда, здесь выглядит светлее, но, опять же, это связано с тем, что цветопередача на каждом принтере, она разная. Вот, поэтому, на самом деле, когда мы подбирали образцы цветовые заказчикам, мы привозили, ездили с ним по магазинам, непосредственно отбирали вживую, поэтому это именно то, что хотел заказчик. Вот, а это всего лишь модуляция того, как это будет, примерно, выглядеть. Ну что ж, за плечами огромная работа. Интересно оценить эту работу, проделанную в цифрах. Сколько, чего было затрачено на нашем участке, сейчас увидите. Работа на нашем участке закончена. К радости хозяина и гордости ландшафтного архитектора лишних материалов не осталось. Все было рассчитано вплоть до проводка, до кирпичика. Итак, на обустройство участка ушло 160 кубических метров щебня, это 8 грузовиков, 120 кубических метров песка под мощение и еще столько же на подпорные стенки. На выторфовку участка ушло 200 кубов щебня крупной фракции. Столько же грунта было вывезено с участка. Под освещение было уложено около 350 метров проводов. Большая площадь двора, покрытым мощением, для него было заказано 25 135 клинкерных кирпичей разного цвета и размера. В остатке оказался 21 кирпич, но и его использовали в дополнительных работах. В мощение было вмонтировано 70 больших светильников и 18 маленьких. Стоимость проектирования составила почти 200 тысяч рублей. При этом экономия расходов на материалы за счет столь точного проектирования оказалась более полумиллиона рублей. Дмитрий, в каждом дневнике есть примечания. Вот давайте мы сделаем свои примечания в нашем дневнике ландшафтного архитектора. Были ли какие-то трудности, неожиданности, какие-то сюрпризы, с которыми вы столкнулись в ходе реализации проекта на нашем участке? Ну, каких-то особых таких сложностей нет. Они были прогнозированы, и мы знали, что мы, например, столкнемся с тем, что из-за того, что у нас тоже самый линкер разных производителей, то, несмотря на то, что есть стандартные размеры кирпичей, они могут различаться все равно по размерам. То есть там 1-3 миллиметра не бьется, это вроде маленькая разница, но когда мастишь, это выплывало. Поэтому приходилось принимать решение, как сделать так, чтобы это было незаметно. А вот если сделать запись в дневнике, то, подводя черту, я бы сказал такую вещь, что если на участке используются какие-то дизайнерские вещи, в частности, я сейчас имею в виду фонари наши, то эти вещи должны изготавливаться до начала работы. Дело в том, что на эти фонари, так как мы уже нечто подобное делали на других объектах, мы на них запланировали месяц-полтора. В запасе у нас было от начала работы, до того, как подойдет момент их установки, у нас было больше двух месяцев. Но получилось так, что по тем условиям, по которым должны были изготовиться наши фонари, чтобы они отвечали именно тому, какими я их видел, работы заняли по изготовлению этих фонарей очень много времени. И поэтому я лишний раз скажу, что проектирование и какие-то дизайнерские вещи, они должны проходить в зимний период до начала работы. Или в летний период с учетом того, что эти работы будут проходить на следующий год. Но ни в коем случае не стоит планировать, что в этом году вы сделаете и проект, и реализацию участка. Это невозможно, если вы хотите получить качественный результат. Если вы хотите просто получить губоустройство, вот, с маленькой буквы, то... Да, вы можете запланировать, что весной вы закажете проект, через недели-две месяц вы начнете работы, и через два месяца вам зададут участок. Если вы хотите получить вещь, которая будет радовать вас на протяжении многих лет, и с гордостью передать себе возможное даже своим внухам, то стоит настроиться на то, что это долгая работа, кропотливая работа, которая несет много сложностей. К этим сложностям нужно быть готовым. И для того, чтобы эти сложности преодолевались грамотно, подбирать грамотно проектировщиков, грамотно рабочие бригады, подрядчиков, которые будут с этого прощать. И не бояться трудностей. Потому что трудности, они, понимаете, в случае, будут. Да, но они все их да, реша, извиня. И главное это держать в голове. Ну что ж, все работы позади. Я это повторяю сегодня с большим удовольствием, потому что... Основная масса позади. Я все-таки так отмечу. Профессионал. Основная масса работы позади. И давайте посмотрим сюжет о том, как проходили наши работы поэтапно, шаг за шагом, те работы, которые мы освещали в своем телевизионном дневнике. Работы на участке начались с выравнивания перепада высот. Необходимо было поднять грунт, чтобы вода не застаивалась на участке. Дренажная труба, это с перфорацией. Покажу. На примере. У ней есть отверстия, дырочки. Для того, чтобы вода, грунтовая, могла просачиваться внутрь тела этой трубы и уходить в нашу систему. А ливневая труба, ее задача доставить воду быстро, без потерь, поэтому этих дырочек нет. Когда же на территории появилась спасительная система водоотведения, специалисты занялись проведением электричества и установкой ограждений. Качество работ проверяла Татьяна Веденеева. Она не стеснялась задавать вопросы, чтобы убедиться, что все идет как надо. Вы уверены, что такого рода установка его в землю, она... Это прочно. Да, мы можем покачать и увидеть, что он находится у нас твердо. Конечно, конечно. Мы сейчас так раскачаем. Далее наши ведущие занялись мощением, укладкой клинкерного кирпича и гранита. Нам понадобится мастерок, которым мы будем убирать излишки нашего монтажного слоя, и киянка. Это молоток с резиновым наконечником, с помощью которого выравнивается, подгоняется в один уровень наш клинкер. Хорошо. Ведущие не просто помогали в укладке клинкера, но и лично готовили смесь для цветного бетона. Что, заливаем? Да. Прямо сейчас вот так вы не нервничаете, Дмитрий? Нет. Мы же можем все испортить. На участке построили паркинг на две машины. Газон раскатывала лично Татьяна Веденеева. Лазон! Ну вот у вас получилось уже неровно. Ну зато как это было красиво! Еще один важный момент – это монтаж системы полива и высадка деревьев. И, конечно же, создание неповторимого освещения. Специально для этого проекта Дмитрий Бородавкин разработал уникальные осветительные приборы на основе светодиодов. В итоге участок получился уютным, полностью приспособленным для жизни и не требующим большого ухода. Все работы были сделаны за один сезон. Не могу не упомянуть все-таки о главных, одних из главных действующих лиц нашей телевизионной съемки. Это заказчики, семья заказчика. Которые не присутствовали на съемках. Да, но тем не менее они незримо присутствовали. Это сам хозяин дома участки. Более того, мы скажем, что даже когда наша программа записывается, он иногда находится на самом деле рядом и с улыбкой за нами наблюдается. Но из природной скромности в кадр не заходит. Так вот, это, собственно, он, его супруга и две девочки, двое детей. Они будут жить в нашем доме. Я так не раскрываю все-таки в конце тайну. Как они отреагировали на то, что в итоге получилось? Я могу сказать непосредственно только по поводу заказчика. Потому что с дочками я не общался. Хотя и старшая дочка уже испытала наше мощение в плане того, что она на нем каталась на самокате. По нему каталась на самокате. Я помню, помню, было такое. А вы видели, да? Конечно. Жена, когда я ее спросил, как вам нравится, улыбнулась, что когда въедем, посмотрим, заказчик. Заказчик очень скромный человек. Были какие-то моменты, которые ему не нравились, они переделывались. Но в целом я считаю, что наша работа с ним была очень хорошей. Именно в положительном ключе шла, как говорят, любят говорить в политике. Поэтому и мне, заказчикам, в первую очередь, работалось комфортно. Потому что, я говорю, чем меньше заказчик вмешивается в процесс работы, тем лучше. Дело в том, что заказчик, вот именно нужно строить работу таким образом, чтобы все вопросы решались на этапе проектирования. Как можно больше проработки именно в проектировании. И если идет визуализация, то она как раз таки позволяет до начала работ заказчику представить, как все это будет и какие-то моменты проработать. Когда работы уже идут, здесь вмешательство заказчика, оно очень часто вредит. Вот поэтому мне было очень комфортно работать, потому что мы все это проработали на этапе проектирования. Минимально вмешательство заказчика на участки было, и мы получили хороший результат. С дизайнером работать более чем уверен, с заказчиком менее комфортно. Потому что, в первую очередь, дизайнеры, конечно, это художники, они на своей волне, поэтому они, естественно, пытаются в эту волну оконуться заказчика. Вот, может быть, в этом и заключается дискомфорт. И тут важно подобрать, чтобы дизайнер-архитектор вам подходили по духу, тогда результат уже сразу будет понятен, что он у вас строит. Что вы можете посоветовать тем, кто вдохновленный, может быть, нашим проектом? Или тем, кто давно запланировал провести работу на своем участке, благоустроить его? С каким настроением к этому нужно подходить? Что нужно учесть в целом? Дайте какой-нибудь такой универсальный совет, как опытный ландшафтный архитектор. Не боясь своих желаний. Даже если вы считаете, что ваше желание – это глупая, наивная мечта, не бойтесь ее озвучивать. Чем больше информации вы дадите архитектору, тем больше результат вас устроит. Даже если вы хотите, чтобы у вас на участке была своя собственная луна, не бойтесь это озвучивать. Это все решаемо, и даже если это мало ли стоит очень много денег, всегда можно найти какую-то альтернативу, чтобы была не потеряна идея, была упрощена вашими мечтами. Не будьте своих желаний. Наверное, эти слова можно считать эпилогом нашего телевизионного проекта. На этом дневник ландшафтного архитектора считаем закрытым. Весь этот сезон с вами были ландшафтный архитектор Дмитрий Бородавкин и я, Татьяна Веденеева. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА